здравствуйте мы жители байбулова 53 попросим помощи у нас есть глобальные проблемы это подвал крыша треснувшие окна просим о помощи как бы проблем очень много нам никто не помогает в этом обращаемся в основании нас принимают заявки но никаких действий нет также обращались в акимат сакимата тоже как бы нам нас пинает туда-сюда просим вас о помощи много очень проблем освещение нужно до остановки сейчас уже темно дети дети ходят в школу очень много собак мусорные баки нападали на маленькую девочку на семью нападали мусорные баки ужасно выглядят нам уже их давно обещали поставить мусорные баки звоним в кск не говорят акимат еще не дал разрешение в общем кинают нас туда-обратно плесень я лично я живу на пятом этаже были сделаны работы плесени очень много во всех комнатах практически она растет еще больше и больше дети начинают болеть не выздоравливают что еще в подвал весь подвал у нас ужасно ужасном состоянии даже не передать это словами да зайти никак нельзя окна в подвале все закрыты на первых этажах сырость плесень также на новой мебели у кого-то плесень все появляется очень хорошая сырость очень влажность вообще воняет в доме от подвала идет вонь в дом как хотели так и сделали как выгодно было так и сделали я что могу сказать если в подвалах виталии плавают что это такое выполненной без стандартов пластиковые трубы не могут быть такими нагрузка лопаются трубы что такое я не знаю мы жители пятых этажей у нас постоянно плачет крыша как идут дожди у нас постоянно она течет у нас постоянно стоит флага у нас портится абсолютно все мебель ковры и так далее сколько звоним в основании 4 месяца 5 месяцев звоним заявка принято ничего не делается также наши стеклопакеты дом играет многих трескаются окна также с этими заявками заявка принято и ничего не делается нужно как-то помогите пожалуйста нам с этим разобраться чтобы приняли меры а то нас заселились сюда мы обрадовались а в итоге у нас столько проблем мы только успеваем с тем проблемами бороться но у нас толку никакого нету вот даже вплоть до четвертого этажа все льется с пятого этажа льется до четвертый этаж мы думали там прорвало у них поднялись они где-то на них все бежит вытирать не успевает дети живут дети от этой сырости болей у нас и в туалете с ванной и спальне вода лилась вот у всех одни и те же проблемы ничего не устраняется вызывать нужно из этого обращались в эти максы обращались в основании ничего не делается как приезжали я также живу на первом этаже у меня полностью стены все в сырости домой заходишь воняет плесенью дети все болеют у меня я уже сколько лекарства перекупила ничего не помогает потому что они болеют не болезнью а просто от этой плесени надышались и и вот это вот кашель не проходит например как приступ от кашель бьется это надо будет чтобы они в подвале это все вот эту сыростью убрали чтобы эти стены пробрызгали чем-то которые от плесени помогает потому что что топу я дома выживаю эти стены она все равно это подвала идет это все она обратно появляется это надо в подвале все это вычищать вот это все говно которое там вот в этом подвале находится это все убирать надо это Просто надо приехать людям и посмотреть, какое там подвал состояние. В говне все. Это все говно поднимается наверх. И мы все этим дышим. С вот этим запахом постоянно заходишь в подвал и вонь такая стоит. В подъезд заходишь, в подъезде, в квартирах уже. Это все из канализации, весь запах идет, и в квартире воняет прям ужасно. Все коммуникации выполнены без стандартов. Которые должны... Да, я говорю, я вот недавно, что мне из раковины поднималась эта пена, то сейчас ничего этого нету. Поставили шлатиковую журу. У меня с раковины на кухне вот эта вот вся пена поднималась. Я уже напугалась, давай в чат в группе писать, это что такое, что там сделали. А это вот из-за канализации все это поднималось наверх. И что делать? У меня дети вообще маленькие. Самые маленькие полтора года. Она тоже кашляет. Вторые три года она вообще вот с этим кашлям без конца в приступ у нее идет. Что делать, я вообще не знаю. Это надо вот сколько вот приезжали, с Акимата приезжали, с этого же основания начальство приезжало. Все обещали все это сделать. Уже сколько? Больше месяца прошло, когда мы с этой горячей водой бегали все. И так же вот сколько вот прошло времени, ни разу ни один никто не появился, ничего не сделали. Лично я не видел никого, чтобы кто-то что-то делал. Когда это все будет. Вот мы радовались, мы сколько лет, по 13-15 лет все люди, вот все стоящие люди, все кто живет в этом доме, они все ждали столько лет квартиры. И вот так вот радуешься этим квартирам и потом такие вот проблемы. Это что это такое? Это типа вот вы получили квартиры и сами разбираетесь в этом? Или ждете, когда вот гарантия закончится на эти дома, чтобы мы сами своими силами это все делали? Пока гарантии есть, делайте. То, что это в ваших силах, то, что это вы должны это все делать, делайте, пожалуйста. Почему мы должны страдать? Ждать, когда вы все это сделаете. Просто уже не знаешь, кому уже обращаться по всем инстанциям, бегаешь, бегаешь, а толку ноль.